В стенах колледжа сферы услуг состоялся первый отборочный этап чемпионата WorldSkill Russia, конкурс молодых профессионалов. Для участия на отбор были представлены по пять человек по каждому направлению, такие как поварской отдел, графический дизайн, технология моды и медицинский социальный уход. Основная цель проводимого мероприятия – повышение престижа рабочих профессий. На территории Дагестана чемпионат проводится третий год подряд, при поддержке Министерства труда и социального развития, а также Министерства образования и науки Республики Дагестан. По словам директора колледжа сферы услуг Зулай Олежановой, в данном учебном заведении выпускаются профилированные специалисты наиболее распространенных и востребованных профессий. Участие в конкурсе позволяет современной молодежи раскрыть свой потенциал. То есть есть качество, навыки, есть профессионалы, а вот психологически неустойчиво немножко. Поэтому вот этот соревновательный дух, он их учит преодолевать какие-то сложности. А в первую очередь мы им и говорим, самый главный соперник – это ты сам преодоли себя и будет проще уже дальше. На всех четырех соревновательных площадках участники старались показать приобретенные не только теоретически, но и практические навыки. Юные конкурсанты выполняли задания по всем направлениям, соблюдением всех установленных правил и требований в течение трех часов. На площадке поварского дела юным профессионалам было необходимо представить наименование трех блюд. Не только вкусно приготовить, но и красиво подать. Проходят у них три модуля, рассчитанные на три часа. Это горячая закуска из морепродуктов, закуска финдерфуд и горячий десерт открытого пирога. У них все соблюдается от процесса работы, как они работают с продуктами, все их навыки и до вкусовых качеств. На площадке графического дизайна участникам было дано задание создать логотип для фирмы, где главным составляющим является фантазия веб-дизайнера. Один из участников Джебер Мусалимов отметил, что для достижения успеха необходимо подходить ко всему сознанием дела. Задание началось с того, с создания логотипа. Это самое главное в этой работе. Для определенной фирмы надо сначала создать логотип, а после уже что требуется для заказчика. Это может быть визитка, баннер, реклама на машину, плакаты могут быть и дизайн сайтом еще. Участие в этом важно для того, чтобы дипломировать свои навыки. За всем происходящим на каждой состязательной площадке наблюдали компетентные жюри. Еще одной важной и востребованной профессией во все времена была и остается медицинский работник, в частности медицинская сестра. Конкурсанты из числа будущих медиков продемонстрировали членам жюри, как правильно нужно осуществлять уход за тяжело больными, и что является самым основным для выхаживания пациента в такой категории. Все вот эти манипуляции, они делаются, когда пациент, он тяжело больной, и вследствие приписанного врачом ему режима. Например, смену постельного белья обязательно нужно проводить больным, чтобы соблюдать их неуличный ген, так как они сами это не могут. Кормление тяжело больного производится от того, что у него состояние тяжелое. Это может быть, например, после операции, после различных травм, когда пациент сам не может за собой делать уход. И очень важно проводить правильно кормление, соблюдать диеты. И это все назначается врачом, а мы, медсестры, это все выполняем. Профилактика пролежья – это очень важный момент. По мнению организаторов, данный этап позволит оценить подготовленность каждого из участников, которые в честной борьбе демонстрируют свои приобретенные знания на практике. Кроме того, молодежное движение WorldSkill на территории республики набирает популярность, и желающих принять участие с каждым годом увеличивается. Уровень, конечно, очень сильно повысился за третий год. Мы просто узнали, мы стали выезжать на чемпионаты. Сами конкурсанты, их эксперты, они увидели уровень, тот, который проходит на национальном чемпионате, и они уже достигают гораздо больше. Вообще WorldSkills – это популяризация рабочих профессий. Мы популяризируем рабочие профессии для дальнейшего выхода их на международный уровень. Мы надеемся, что у нас есть соответствующие студенты и специалисты, которые могут побороться за лучшее место в Москве и даже за хранец. Движение WorldSkill зародилось в послевоенные годы в Испании в 1947 году, когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологических производств. Победители отборочного этапа будут соревноваться за звание лучших на республиканском уровне.